Спасибо. Добрый день, коллеги. Два извинения за прошлый неоконченный вебинар. Что-то у нас произошло, аж целый квартал остался без света и даже без сотовой связи. На тот момент ничего сделать было невозможно. И второе за то, что сегодня моя камера почему-то не хочет нормально работать. Но в целом, да, мы тут собрались посмотреть презентацию и послушать интересную тему. Поэтому, наверное, не так это все будет и плохо. Наша тема – это тематический поиск на основе нейросети. Этот тематический поиск мы сделали в рамках нашей электронно-библиотечной системы EBS Online. И там он, этот поиск уже работает. И работает очень даже хорошо. Поговорим мы сегодня теорию тематического поиска на основе нейросети, саму нейросеть, как она работает, как мы ее обучали. Ну, вообще, как ее другие обучают. Тут стандартные методы. Ничего такого никто больше за последние пару-тройку лет не придумал. Поэтому все это, так скажем, в общих чертах будет. И в конце мы поговорим немножко на философскую отличенную тему относительно искусственного интеллекта как такового. Его возможностей, ну, и каких-то там будущих, может быть, с ним связанных вещей. Ну что, давайте приступать. Здесь на первой странице я вывел фразу нашего соземлянина Стивена Хокинга. Человека величайшего ума и большого правительства относительно как раз-таки искусственного интеллекта. Он сказал, что в ближайшие сто лет компьютеры обгонят нас по интеллекту. И мы должны быть уверены в том, что когда это произойдет, то цели компьютеров будут совпадать с нашими. Пока, слава богу, у нас никаких проблем с искусственным интеллектом нет. По той простой причине, что до реального интеллекта ему еще очень и очень далеко. Об этом мы поговорим в конце. Пройдемся по плану нашего сегодняшнего вебинара. Сначала мы поговорим о том, что такое нейросеть, об его имитации работы человеческого мозга. Поговорим о задачах поиска на основе искусственного интеллекта. О том, как это работает. Какие алгоритмы машинного обучения применяются в его работе. Какие у этого поиска преимущества и недостатки. Я покажу примеры поисковой выдачи. Расскажу о разнице между тем и другим видом поиска. Ну и, как говорил, немножко по философству. Так вот, что такое нейросеть? Нейросеть это математическая модель. Эту модель в теории описали еще больше 40 лет назад. Просто на тот момент технических возможностей у человечества не было для того, чтобы проверить на практике эту теорию. Но, как ни странно, современность показала абсолютно стопроцентное попадание и стопроцентную состоятельность этой теории. Так вот, эта математическая модель создана для имитации, подчеркиваю, имитации работы человеческого мозга. Она состоит из множества простых процессоров, которые называются нейронами. Все эти названия, почему они похожи, ну то есть берутся из нейробиологии, они не должны вводить в вас заблуждение. Все-таки так проще было и наглядней называть эти вещи, хотя они далеко еще им до работы наших настоящих нейронов головного мозга. Так вот, сигналы других нейронов и передавать выходные сигналы дальше. Нейроны связаны между собой синапсами, которые могут изменять силу связи между нейронами. Примерно, вот совсем наглядно, так скажем, нейросеть, работа нейросети, вот выглядит вот так, как представлено на этой схеме. То есть у нас есть вводные данные, у нас есть большое количество перекрестков, при которых определяется дальнейший переходимый вес информации и итог, который мы получаем после прохождения всей этой нейросети нашего, допустим, запроса. Также работает и нейросеть, которая рисует картинки, которая пишет тексты и прочее, прочее. Просто она, естественно, гораздо крупнее, но суть у нее примерно та же самая. Если вы пользовались какими-нибудь графическими нейросетями, которые создают картинки, как правило, они создают несколько вариантов того, чего вы у них запросили. Вот это наглядный пример. То есть, а сам поиск на основе нейросети, это метод поиска информации, который используют нейронные сети для обработки запросов и выдачи искомых результатов. Какие задачи у поиска на основе искусственного интеллекта? Основная задача заключается в том, чтобы помочь пользователю найти информацию, связанную с определенной темой или предметом. Нейронная сеть обучается на большом объеме данных, для того, чтобы научиться распознавать связи между запросами и ответами. Когда пользователь вводит запрос, нейронная сеть анализирует его и выдает список наиболее релевантных, по ее мнению, результатов. То есть, по сути, обычный поиск программный работает так же, только нейросеть учитывает, так скажем, не только точные определения, но и окружающий контекст, который так или иначе связан с вашим запросом. Обычный программный поиск так делать не может. Пользователи у нас часто сталкиваются с проблемой поиска нужной информации в нашей электронной библиотеке, так как они не всегда знают точные ключевые слова или фразы для поиска, о чем я и говорил. То есть, если вы знаете конкретный запрос, вы ищете какой-нибудь учебник по начертательной геометрии, то нейросетевой поиск вам не нужен. Вы знаете, какую книгу вы ищете, вы задаете этот запрос, просто программный поиск позволяет вам быстрее к ней прийти, не используя каталог и прочее меню. Так вот, кроме того, результаты поиска могут быть неполными или неточными из-за неправильной интерпретации ключевых слов. Тематический поиск на основе нейросети решает эту проблему, используя нейронную сеть для анализа запросов. Нейронная сеть обучается на большом объеме данных. В нашем случае, если мы говорим про электронную библиотечную систему нашу, это порядка 250 тысяч учебников. Когда студент вводит запрос, нейронная сеть анализирует его и выдает список наиболее релевантных учебных материалов. Какие существуют и какие алгоритмы машинного обучения мы использовали. Так как нейронная сеть обучается на большом объеме данных, чтобы научиться распознавать связи между запросами и ответами, обучение нейронной сети происходит с помощью алгоритмов машинного обучения. Два алгоритма. Это обратное распространение ошибки и градиентный спуск. Эти алгоритмы позволяют нейронной сети находить оптимальные веса связи между нейронами, чтобы минимизировать ошибку на обучающих данных. Давайте поговорим немножко о конкретных этих алгоритмах. Первый у нас метод обратного распространения ошибки. Сейчас я немножко углублюсь, а потом я попробую объяснить это более наглядно. Так вот, этот метод, это метод обучения нейронных сетей, который используется для минимизации ошибки на обучающих данных. Он работает путем распространения сигналов ошибки от выхода в сети к ее входу и обновления весов нейронов таким образом, чтобы уменьшить эту ошибку. Этот метод является одним из наиболее распространенных методов обучения нейронных сетей и широко используется в различных областях. Работает он так. Сначала мы даем сети много примеров с правильными ответами. Затем мы проверяем, как хорошо сеть отвечает на эти примеры. Если ответы неправильные, мы меняем веса связей между нейронами в сети так, чтобы ответы стали лучше. И повторяем этот процесс много раз, пока ответы не станут достаточно хорошими. Еще раз, в этом случае, когда мы обучаем систему, мы знаем ответ на наш вопрос. То есть мы знаем четко, конкретно, какой ответ должна получить нейросеть при том или ином запросе. И после нашего запроса мы просто этой нейросети, так скажем, пальчиком указываем, какой ответ она должна получить. Зная нейросеть, зная, так скажем, минимум точки, к которой она должна стремиться, она начинает формировать эту свою сеть, эти нейронные связи таким образом, чтобы от вопроса до ответа проходил прямой путь, так скажем. То есть она учится в обратную сторону, поэтому это и есть метод обратного распространения ошибки. По этому моменту вопросов нет, все понятно, подробнее не нужно. Если что, если все хорошо, нажмите, пожалуйста, на огонек. Хорошо. Это хорошо. Давайте дальше. И метод теперь есть градиентный спуск. Второй метод, по которому мы обучали нашу нейросеть. Это метод оптимизации, который используют для нахождения локального минимума или максимума функции. Он работает так. Мы начинаем с какого-то значения и смотрим, в какую сторону нам нужно двигаться, чтобы улучшить решение. Затем мы делаем шаг в эту сторону и смотрим, стало ли лучше. Если стало, то мы делаем еще шаг. Если нет, то мы делаем шаг в другую сторону. И так мы продолжаем, пока не найдем наилучшее решение. Градиентный спуск используется в разных областях. Не только программирование, это математический анализ и обработка больших данных. Еще раз. В этом случае мы двигаемся по правильному пути от вопроса к ответу. Но двигаемся постепенно, разбивая на этапы. Проверяем итог этапа. Движется ли наш искомый ответ. Движется ли наш запрос к искомому ответу. Понятно, что мы не должны получить сразу нужный ответ. На примере, мы ищем учебник по физике. Задали запрос из области, в котором есть основные тенденции в этом учебнике. Смотрим результат. Там будет очень много всего. Если мы среди этого результата видим те результаты, которые нам необходимы. Мы, соответственно, это запоминаем. Даем понять нейросети, что она движется в правильном направлении. Если нет, меняем вектор. Если все правильно, добавляем следующий вектор. И так далее. Пока итоговый список ответов не приблизится к идеалу. Тем самым мы обучаем нейросеть двигаться в нужном направлении. Обрабатывая нужное количество данных и сужая круг запросов. С этим, я так думаю, тоже все понятно. Вот эти два метода. Это основные методы обучения нейросетей. И таким же образом обучаются нейросети, которые рисуют картинки. Если мы берем обратный метод, обратного распространения ошибки, то с картинками этот работает таким образом. С одной стороны пишется запрос. Хочу, чтобы нарисовал солнышко. В конце картинка солнышко. Показывают нейросети, куда она должна прийти. Этот метод обратной ошибки работает до сих пор в самой распространенной графической нейросети гугловской. Когда он выдает в итоге четыре картинки. Вы задали, например, какой-то запрос ему. Хочу, чтобы ты нарисовал солнышко. И он выдает четыре картинки. Не дает вам возможности их там себе скачать, все четыре. Только выбрать, какая из этих четырех картинок ближе отвечает на ваш запрос. Вы выбираете и тем самым методом обратного распространения ошибки даете понять нейросети, в какую сторону ей правильно двигаться. Какая из четырех этих результатов более верна относительно вашего запроса. Так как пользователей у них сейчас миллионы, представьте, насколько хорошо и точно она обучается в своей работе. То же самое связано с нейросетями, которые пишут текст. Потому что по итогу ответа у них, как обычно, есть небольшой опросник, где там спрашивается, хорошо ли ответил вам нейросети или плохо. Вот это примерно та же самая работа, как только вы выполняете не программисты, а выполняете вы как пользователь. Вы такой бесплатный бета-тестер в данном случае получаете. И чем больше людей, чем больше запросов, тем больше шансов то, что вы напишите правильно или неправильно. И дадите нейросети еще лучше обучиться и еще точнее понять, в какую сторону ей двигаться по тому или иному запросу. Теперь поговорим о преимуществах и недостатках нейросетевого поиска. Да, пока у искусственного интеллекта есть еще много недостатков, но важно, как и любой точный инструмент, уметь им пользоваться и применять его в тех обстоятельствах, для которых он наиболее эффективно работает, для которых он был создан. Так вот, поиск на основе нейросети имеет ряд преимуществ перед традиционным методом поиска. Он может учитывать контекст запроса, что позволяет получать более точные результаты. Кроме того, нейронная сеть может обучаться на новых данных и улучшать свои результаты со временем. Однако, поиск на основе нейросети имеет некоторые недостатки. Он может быть сложным и требовать большого объема данных для обучения. Вот про что я в самом начале говорил. Если начать обучать нейросеть на малом количестве данных, у вас там несколько учебников, то, как бы вы ни тратили время, возможности, ресурсы, итог будет всегда очень слабый. Кроме того, результаты работы нейросетей могут быть непредсказуемыми и зависят от качества данных. Таким образом, поиск на основе нейросети имеет свои преимущественные недостатки, которые следует учитывать при выборе метода поиска информации. Сейчас я вам покажу, как это работает. Вот пример обычного поиска. Специально я еще объясню чуть попозже, какого типа запроса должны быть при том или ином виде поиска. Вот видите, здесь запрос. Особенности применения искусственного интеллекта в обучении английскому языку студентов авиационных вузов. Можно сказать, это в какой степени бредовый запрос, но он очень точный. И обычный поиск с таким никогда не справится. Потому что он будет искать точное включение этого запроса в название учебника, в его библиографическую запись, может быть там в теле. И, соответственно, если по этому запросу нет такого учебника конкретного или главы в этом учебнике, он, естественно, ничего не найдет и будет пытаться хоть из каких-то кусков что-то выдать. То есть, видите, здесь на первом месте вообще совершенно непонятный учебник. Ну, то есть, никак не связанный ни с искусственным интеллектом, ни с английским языком, ни с авиационным вузом. Зато он увидел, что слово «особенности». То есть, первое слово в моем запросе и первое слово, которое вот у него было в главе в этом учебнике. Поэтому ему показалось, что вот так вот надо выдать. То же самое, вот можете посмотреть второй запрос. Второй учебник в этой выдаче. То есть, а вот теперь, как это выглядит при искусственном интеллекте? Тут же он начинает находить гораздо больше совпадений. Видите, у него сразу же применение искусственного интеллекта в обучении с языком связано. Да, тут нет авиационного вуза, но в целом это гораздо ближе к нашему запросу, чем у обычного поиска. Но если бы мы задали какой-нибудь простой запрос, связанный с названием учебника или главой, то в 99% случаев обычный поиск был бы гораздо точнее. Поэтому говорю еще раз. Разница в этом именно такая. То, что нейросетевой поиск учитывает окружение, так скажем, весь текст и общую тематику и направленность смыслов, заложенных в документе, в учебнике, в научной работе и так далее, и так далее, в учебном пособии. То есть, вы видите, что в данном случае при расширенном запросе нейросетевой поиск гораздо точнее. Вот пример еще один. Анализ хозяйственно-экономической деятельности организации. То есть, вы видите, что обычный поиск начинает пытаться найти наш запрос в названии учебника. После этого он начинает лезть в библиографическую запись. Тем самым, вот он, видите, то есть первое слово анализ он выделил. Но организации, деятельность организации хоть как-то пытается найти именно в названии учебной работы. А вот, соответственно, результат нейросетевого поиска. Он тут же находит. Да, это не учебник, это студенческая работа, но, по его мнению, это самый точный, близкий итоговый результат. То же самое, если посмотрите в других учебниках, в другой выдаче. Так это и работает. У нас в нашей электронной библиотечной системе работают всегда два поиска. Вы можете при запросе выбрать, каким способом вы будете искать ваш запрос. Можно попробовать и так, и так, и найти оптимальный результат. Еще раз, в чем разница? Поиск обычный, он нацелен на поиск конкретной литературы, а в идеале конкретного учебника. Чтобы его найти, указываем варианты атрибутов. В качестве подбора по теме он может быть использован только тогда, когда мы можем четко формализировать описание этой темы. То есть, как я в самом начале говорил, когда мы знаем, что мы ищем. В первую очередь, обычный поиск ориентируется на название. Он оперирует атрибутикой и не может выходить за рамки используемых слов в вашем запросе. Поиск на основе искусственного интеллекта нацелен на составление подборки по теме. В какой-то мере можно назвать это комплексным поиском сразу по набору атрибутов, характеризующих темы. Включая непрямые атрибуты, вроде факта принадлежности определенному разделу. При этом точное попадание в слова не требуется. Производится анализ, в том числе и схожих по смыслу слов. То есть, это можно условно назвать картой синонимов. То есть, здесь больше похоже на то, как если бы вы спросили с ведущего человека. Подбери-ка мне по твоему мнению, по твоему опыту книжки на такую-то тему. Человек будет, отвечая вам и подбирая этот список литературы, основываться скорее не на названии учебника, а на его теме, на его смысле, который для этого человека существует. То есть, он прочитал такие-то книжки и говорит, вот это тебе ближе подойдет, вот это нет. Опять же, не основываясь на их названии. Ну и что, немножечко пофилософствуем. А пока, есть ли еще какие-то вопросы по этой теме? Да, я вот смотрю, подняли руку. Жду ваш вопрос. Вот пока отвечу тут на комментарии. Компьютеры могут стать быстрее и эффективнее, но это не означает, что они обладают интеллектом. В том смысле, как мы его понимаем. Интеллект включает в себя эмоциональное понимание, интуицию, творческое мышление, что остается за пределами возможностей искусственного интеллекта. Да, вот об этом я вначале и говорил, что к этому мы придем. То, что слово интеллект здесь не совсем правильное. Все-таки интеллект – это понятие человеческое. Ну, понятие даже не человеческое, понятие биологического вида живого существа. Потому что здесь и опыт, и эмоциональная вовлеченность, и прочее, прочее. Искусственный интеллект – это больше такая имитация, основанная на тех данных, которые есть у этой имитации, у этого интеллекта. Это, знаете, можно сравнить с движением по рельсам. То есть, вначале я показывал картинку, где есть входящие данные, есть перекрестки и исходящие данные. Вот представьте, что это рельсы. Какое бы их количество ни было, хоть миллион этих связей нейронных, новую связь он не образует. Он будет двигаться по той или иной рельсе, никуда не сходя. Человеческий мозг, человеческий интеллект, он работает по-другому. Он может на основе, создание музыки, написание картин. Одновременно с этим человек в большинстве своем, тот, кто рисует картины, он рисует их как искусственный интеллект. То есть, он увидел несколько раз, например, пальму, солнце и море, и так и нарисовал их, используя возможности своих физического тела. То есть, руки, карандаша, кисти и прочего. Но если мы говорим о настоящем творчестве, то здесь уже работают немного другие структуры, которые не могут быть пока воспроизведены программно. То есть, еще раз говорю, это некий искусственный интеллект, это иллюзия. Нашего интеллекта и боятся того, что пройдет какое-то там ближайшее время, там будущее, и искусственный интеллект начнет с нами воевать или что-то этакое изобретать. Но пока это невозможно. Сейчас он может улучшить какие-то процессы, ускорить их. К примеру, не так давно читал, в Австралии, по-моему, в Мельбурне, поставили нейросеть на управление светофорами. То есть, нейросеть изучала, через камеры смотрела, как ездят машины, как работают светофоры по всему городу, и просто через там некоторое время предложила более оптимальный вариант работы светофоров, учитывая дни недели, время суток и так далее. И да, улучшилось там порядка на 25%, по-моему, движение по главным улицам города. Но это не какой-то величайший прорыв. То есть, если посадить за это дело людей, они бы просто записали бы это в листочки, проанализировали каждый перекресток, время проезда, время суток и прочее, прочее, и примерно тоже так бы смогли сделать. Но для них, для этого потратили бы гораздо больше времени, чем обученная к этому нейросеть. То есть, еще раз, это инструмент. Это не что-то живое, которое вот-вот скоро там будет нас порабощать. Но инструмент хороший. Инструменты очень во многом помогающие и ускоряющие какие-то процессы. Чем дальше мы с ним работаем, тем он становится универсальный, тем он становится эффективней. Но пока он так и остается инструментом. Все будет зависеть от того, какие данные в него будут заложены. То есть, даже если вдруг произойдет так, что какая-то либо система, управляющая производством, управляющая военными, какими-то там системами, вдруг решит напасть на людей, то это будет означать только то, что человек, который писал этот алгоритм, вложил эту возможность или это желание самостоятельно. Сама система к этому прийти не может. То же самое, как система нейросети, рисующая картинку, не может сама решить, нарисовать какую-либо картинку. Она работает только по той программе, по тому алгоритму, который в нее заложил человек. И в тех рамках, которые он установил. Пока больше ничего. Плюс на данный момент только фантасты представляют, что в будущем нейросеть, искусственный интеллект, сможет самовоспринимать себя как субъект. Это одно из самых главных отличий между искусственным интеллектом и интеллектом человека или близких к нему по интеллекту животных. То есть осознать самого себя как единицу мышления. на этом, по этой теме мне пока больше сказать нечего. Если у вас какие-либо вопросы, готов на них ответить. Вопросов нет. Что еще хочу сказать. Пользуйтесь всеми этими системами, пользуйтесь нейросетями, но не ставьте их во главу угла. Системы, которые сейчас пишут тексты, они не смогут написать хорошую работу. Но помочь вам в некоторых тягомотных моментах они очень даже могут. То есть если вы даже там какая-то научная работа, то найти нужную информацию, составить какие-то блоки текста, которые вы впоследствии проанализируете, просмотрите, что-то лишнее уберете, что-то добавите, они могут. И это поможет вам сократить время на написание какой-то там научной работы, допустим. Но научную работу написать пока они не могут. Все это будет уровнем такого школьного плагиата. То же самое связано с картинками. И сейчас появились нейросети, которые пишут музыку, но они просто анализируют всю мелодику за какое-то время, какую-то базу, которых не ставили. Они мешают все это и выдают некий такой винегрет, который с какой-то стороны похож на музыку, но это такой уровень перемешанного плагиата. Больше ничего. Так что пользуйтесь системами, будущее за ними, но давайте оставаться людьми. Наш мозг, наш интеллект это самое важное, что наша планета Земля пока смогла за все это время изобрести и донести до нынешних дней. На этом я заканчиваю. спасибо за то, что вы меня слушали. Надеюсь, в следующий раз я вас порадую чем-нибудь еще более интересным по этой теме. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok